всем привет дамы и господа с вами как всегда александр сегодня я вам расскажу о коляске небезызвестный очень популярная коляска от компании аннекс модель называется м-тайп и сегодня у нас не простая колясочка а именно в версии про так что садитесь поудобнее я сегодня вам о ней расскажу в комплектации два в одном соответственно начнем с вами изучать с люльки и пойдем вниз и перейдем потом прогулочному блоку закончим рамой что интересного во первых она изменилась внешне вот посмотрите на каркас люльки он исполнен в новом материале сейчас где-нибудь есть название материала всплывет и увидите этот материал нам дал возможность точнее говоря компании аннекс дал возможность сделать люльку легче и тем тем самым она полегчала на 1 килограмм вообще точные характеристики в граммах сантиметрах все внизу в описании по ссылке на магазин первая коляска будет внизу поэтому чтобы не растягивать ролик пройдите посмотрите но в двух словах технические характеристики пробежимся по основным вообще аннекс если вы не в курсе это польская компания гарантию они дают очень обширную 2 плюс 1 года короче три года гарантии это очень недурно и вес с люлькой например у нас в этом исполнении 13 9 сиденьем 13 и 4 прогулочный блок кстати от 110 до 165 вот 110 градусов самое интересное ребенок сидит как на капитанском сидении не завален сильно назад очень даже удобно вот ширина колесной базы у нас 60 сантиметров размер люльки кстати здесь отличный просто 74 на 35 это большая люлька любой меховой конверт на в чине любой общий размер поместится спокойно и 22 килограмма выдерживает вес ребенка эта колясочка в общем давайте посмотрим на люльку что у нас есть интересного кстати что касается безопасности здесь и об этом тоже позаботились вот здесь вот используется светоотражающие материалы и вечером когда вы гуляете при попадании света они ярко сотражают свет и вас сдалека видно безопасно безопасно так что касается козырька у нас здесь еще есть возможность вот так вот раскрыть и летом открыть секцию москитную для проветривания чтобы воздух у нас там гулял очень удобно опция сам материал приятный очень толстый естественно непродуваемый само собой используется комбинация ткани и эко-кожи здесь вот у нас где зеленый данном случае цвет это эко-кожа накидочка тоже из эко-кожи а вот эта верхняя часть она из ткани козырек дополнительный у нас вот этот можно так завернуть внутрь если не нужно или же вот так вот вывернуть есть вообще у анекса опция отдельно докупается дополнительный на замочке вот здесь вот одевается козыречек который увеличивает длину козырька поэтому если будет недостаточно хотя по мне вполне себе можно будет увеличить смотрите что мне еще очень понравилось то что в этой колясочке они вот крепление вот этой накидки на ножки сделали полностью на магнитах здесь вшиты магниты и в основании и вам не нужно больше липучками кнопками там страдать спокойно крепим все спокойно держится и бортик очень высокий поэтому накидочка получилась у них очень хорошая так давайте заглянем внутрь как я говорил размер люльки он большой хватит на любого ребеночка матрасик тоже классный приятный толстенький мягенький так сама же люлька вот основание сделано таким образом что зимой держит тепло летом держит прохладу если мы посмотрим на дно люльки кстати чтобы ее снять видите мне не нужно одновременно нажимать на кнопочки одну нажал сторону другую нажал сторону потом просто поднимаю и все она очень легкая прям вот очень лёгенькая так смотрите здесь у нас есть возможность открывать вентиляционное отверстие и закрывать поэтому летом будет очень актуально если повезет и это будет теплое будет очень даже кстати в общем вот такая вот люлечка как по мне даже дизайнерский вот этот материал выглядит очень круто прям прикольно здесь вот типа как рояльный лак такой пластик сделан знаю она смотрится дороже чем есть на самом деле в общем она как всегда умудряется красивую вот такую табу ложечку создать так люльку рассмотрели давайте сейчас посмотрим на прогулочный блок прогулочный блок он у нас стандартный он реверсивный естественно и по ходу можно поставить против хода само собой накидка на ножки у нас идет в комплекте она крепится кстати в трех точках и за бампер и сбоку и тем самым хорошо плотно прилегает она внахлёст идет снизу на сиденье и снизу поддувать не будет потому что анекса вот это вот подножка на сетке и актуально ее закрыть зимой накидочка на ножки тут тоже очень теплая и ребенка никак погода тревожит плохая не будет так подножечко естественно регулируется все само собой вот сиденье сиденье здесь я считаю практически эталонное в том плане что очень глубокое сиденье высокая спинка 110 градусов которых я говорил ребенок не завалит сильно назад спокойно нормально сидит вот что касается безопасности мягкие у нас накладочки на пятиточные ремни есть и в паховой зоне и на плечевой сами пятиточные ремни и естественно бампер бампер как калиточка можно спокойно откинуть посадить ребеночка это очень крутая опция что же касается козырька вот у нас максимальный размер козырька вот эта секция она закрывается можно уменьшить я думаю так никто не будет делать и соответственно козырек большой вот опускаем найти 165 градусов которые говорил подножечко все ребенок нормально комфортно может поспать накидочка зимой используется все там тепло также есть козырьке тоже дополнительно замочек что вы можете докупить как опцию увеличить длину козырька вот он тоже так он реверсивный об этом я уже вам говорил можно соответственно также с одной стороны и с другой нажать и перевернуть будет очень даже актуально пока ребенок маленький вот он там у вас только-только вы его с люльки пересадили еще рано ему смотреть там на мир вы хотите за ребенком смотреть повернули к себе и соответственно гуляем очень здорово так что касается самой рамы давайте с вами немножечко о раме поговорим ручка на раме у нас обито эко кожей эко кожа приятно но бывает знаете более такая дорогая как как на по что ли в автомобилях нормальных есть вот такая вот опция как на по коже и тактильно кожа приятнее но она не такая износостойкая вот здесь что-то между знаете такой дешевой кожей и дорогой получился достаточно приятный материал и он как показывает практика очень долговечный с хорошей ровной прострочкой все окей естественно регулируется в широчайшем диапазоне любой родитель с любым ростом под себя подберет нужную высоту комплекте у нас кстати идет вот такой трюк за чок давайте сразу в двух словах о комплектации чтобы уже не поднимать эту тему рюкзак дождевик на люльку с прогулкой москитка и на люльку и на прогулку вообще все необходимое у вас уже сразу будет так что касается рамы смотрите что интересного на раме у нас здесь есть амортизация вот тут амортизация и здесь внизу в основании амортизация вот эта часть у нас регулирует жесткость амортизации то бишь как мы повернем тем самым мы можем сделать коляску помягче и пожестче сейчас пожестче но не забываем нужно с двух сторонах это делать они с одной я просто вам показываю с одной кручу в общем жесткость регулируется и вообще плавность хода у коляски практически эталонная очень здорово мягенько едет передние колеса у нас можно зафиксировать само собой разблокировать в общем с этим все окей и тормоз друзья я очень большое внимание выделяю тормозу потому что корябать обувь я не люблю нажимаем нажимаем снаружи мы оба раза нажимаем не ковыряем обувью не подковыриваем нажали здесь нажали здесь сняли с тормоза и поставили что касается багажника давайте я его открою он сейчас таком еще нерабочем состоянии его нужно как говорится активировать немножечко вот вот таким образом мы открываем доступ в багажник вообще аннекс видимо в угоду дизайну делает вот такие багажники я лично считаю что багажник должен быть поудобнее с более удобным доступом да это красивее кому-то важно красивее но лично мне важнее когда он более практичный багажник ну кому что лысому бантик вот такого здесь багажник принципе он достаточный но в моей личной практике с детьми нам бы его стопроцентно не хватило поэтому имейте ввиду багажник здесь вот такое колеса полиуретановые они очень легкие их никогда не проколите в общем с этим все хорошо так давайте теперь попробуем с вами сложить колясочку так прогулочный блочок уберем в сторонку так единственное рекомендую когда будем складывать раму будете складывать раму обязательно снимайте оттуда рюкзак потому что он будет биться об землю и пачкать чтобы сложить здесь у нас есть две кнопочки нажимаем вперед вот так отъезжаем и складываем в целом в целом если захотеть можно оставить здесь у нас получается вот таким образом оставить прогулочный блок и с блоком сложить подножку уберем при необходимости вот такая вот конструкция у нас получится не самая компактная но это и коляска не самая компактная поэтому в принципе имеет право на существование так открываем да и видите что получается когда я сложил раму и потом поставил туда прогулочный блок и опустил подножку все когда я раскладываю обратно она мне не дает видите его вы нужно его возвращать на место вот таким образом но это нюансы к этому люди быстро привыкают поэтому и вы тоже привыкнете естественно сразу собственно по большому счету добавить не больше нечего вот версии про технически в целом глобально больших изменений нет но он осталось все таки немножечко интереснее и как по мне ощутимо прикольнее стало выглядеть и ощущаться люлька и плюс она очень очень легкая привод очень легкая если вы с ребенком в люльке будете подниматься домой этот килограмм он очень даже значительный на самом деле поэтому как говорится еще один балл к этим изменениям в общем ладно как по мне колясочка действительно достойно внимания annex интересен тем что он очень прикольно выглядит он сделан из хороших материалов из недостатков я уже отметил мне не нравится в них багажнике они достаточные вот по самую низкую рисочку потому что моей практике недостаточно неудобно вот тут как то так в остальном же прекрасная проходимая коляска с регулированной подвеской она очень мягкая по любым дорогам корням там в лесочке вы везде спокойно поедете зимой вы париться не будете в общем все нормально и самое главное с надежностью у колясок тоже все хорошо но естественно выбор как всегда стоит вы должны сами я что хотел вам рассказал вы пожалуйста подписывайтесь на канал это очень помогает развитию моего канала ставьте лайк и хочу пожелать вам взять хороший грамотный выбор колясочки для вашего ребенка и удачи на дорогах пока